четвертый уровень 8 утра температура плюс 20 градусов забавно какой идиот будет делать вот такой подвал ниже уровня воды охереть просто так фонарик то где нету фонарика зачем я подбирал во сне тогда лады закрыта дофигеть и ходить там аккуратнее на голову говно всякое сыпется так нужно найти выход не стоит здесь задерживаться ключ такой подсвеченный фосфорный наверное специально что в темноте искать ясно и ясно понятно анимации открывания двери мы не хотели делать да и чтобы там ходить дальше тоже не надо никому и крыска крыска тебе не боязно жить такой глубине ниже уровня моря кто здесь все это зажигал скажите мне господи ребята пламя от свечи выглядит совершенно не вот так так костер какой-то прям горит пламя свечи она маленькая аккуратненькая кругленькая ну это все придирки конечно и и свет от пламени свечи он такой мерцающий потому что свеча постоянно колбасится вернее пламя от свечи все постоянно колбасится в разные стороны бочки 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 честь насекомые делать не бой знаем тут жить поживать добра наживать м м м м м м м я походу чё то не понял м м м м м м м м м эх м м м м может еще хуже не насиловать так ну что-то ты медленно меня тащишь парень как всегда у нас к это клиника заросшая это явно уже выше уровня моря и радует выпусти меня до выпусти меня братан найти способ выбраться из этой клетки ну как тебе сказать ни хера у меня руки длинные право как бумер опрометчиво было со стороны этого мужика вот так вот без разговоров сразу в табло нахал чаем покажу как нужно разговаривать с нормальными пацанами клетки и что ну зачем зачем что будут девушек похищать садить в клетке потом мучить их своими рассказами о былых временах да 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 кровь и и и и так прекрасно видно без вот этого отбирания камеры флайер зачем здесь лежит флайер же да или это просто лампочка такая непонятная я могу под водой передвигаться надеюсь меня током не шибанет что нужно сделать чтобы вот так вот искрилась лампа даже моментально все перегорит если там замкнуло на что-то как-то вроде бы мы были на поверхности тут уже опять ниже уровня моря да давай ты возьмешь какую-нибудь арматурину что ли что вот мне просто спокойнее было опять склады опять ящики ну надо сказать товарищ эдро постарался на славу заброса все это мусором и говнищем каким-то я не понаслышке знаю как это сложно сделать подобный мусорный ландшафт господи крыска нормально все в порядке да как правильно сказали на форуме вот это вот постоянное перепрыгивание от первого лица к третьему лицу не очень способствует погружению в атмосферу и такое и вот эта трясущаяся камера обычно когда камера трясется вот так вот нам должно зритель должен казаться что это кто-то сторонний снимает на камеру или а теперь открывается на это сторонний снимает на камеру и типа поэтому руки трясутся и за нами кто-то наблюдает но тут-то за нами явно никто не наблюдает даже это если бы где-нибудь вот из-за угла бы вот так вот типа камера вот так вот камера бы смотрела на нас вот так вот из-за угла и вот так вот тряслась то сразу понятно было здесь кто-то сидит мать его и смотрит на нас а так это просто сделано видимо для того чтобы было можно я вот это с собой возьмем нет ясно видимо я должен был сначала пройти чуть-чуть дальше но я как всегда в общем забавный левел дизайн все я понял где я нахожусь нормально нормально короче левел дизайн более менее понятно места есть более-менее такие запоминающиеся по крайней мере хватит так медленно оборачиваться жуки нагоняешь господи опять от кого бежим то паучков меня такое ощущение что товарищ ядроу страдает глубокой формой арх на арх на фобе хера они прогрызают трубы им похер на горячий пар да спокойно можно я палочку возьму вот меня например эти пауки вот такие вот волосатые вообще не страшно почему-то но они мягкие волосатенькие если бы это были какие-нибудь мерзкие блестящие там мокрые пауки такие радиация ясно домой мы не вернемся радиоактивные отходы но у меня нет выбора нужно проскочить ну конечно ты так уже облучен с ног до головы парень то есть туда мне не пройти и так уже облучен ты просто рядом с ними находишься забавно чего мне так поплохело сразу прикольно то что красная к это радиоактивная жижа а не зеленая такая клишированная все фух вставай да конечно парень давай лучше к тебе подойду с тобой пообщаемся ты мне в табло дал да я теперь радиоактивный не боишься меня твою мать так всегда я надеюсь ты меня полил водкой там или что у вас в играх и выводит радиации из организма я все думал откуда я тебя знаю но потом вспомнил ты тот самый детектив который расследовал дело моей дочери то самое дело которое ты так и не смог распутать но теперь это неважно я сам нашел того кто убил моя дочь отомстил она с тобой словно свела судьба удивительная штука это жизнь да сегодня ты жив а через секунду уже мертв спасибо 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 Продолжение следует... Че, сейчас в черепашку ниндзя превратится? Так, нужно найти выход. Не стоит здесь задерживаться. Ты, может быть, побыстрее начнешь двигаться? Рюкзачок. Зачем тебе этот рюкзачок, если ты все равно там ничего не носишь? Странный товарищ. И как-то мотивация у этого злодейского злодея страдает. Ну да, я расследователь, который убийство твоей дочери расследовал. Че дальше? Не расследовал. Ёкарный бобой. Не дорасследовал, да. Ты нашел сам убийцу. Эй, нельзя просто так взять и покинуть вечеринку. Да. Смотри. И теперь только начинается. Смотри. А я взял и просто так покинул твою вечеринку, мудак. Хе-хе. Ну да, я не смог расследовать убийство. И что, нужно тебе надо мной заниматься, что ли? Почему я перестал бегать? Вот это вот интересно. Там кто-то выглядывал из-за стола. Я тебя веду. Выходи. Что за дерьмища, а? Это типа для трипофобов? Такая штука. Ой, да не страшно, не страшно. Не страшно. Вообще. Люди страшнее пауков. Понимаешь? Страшнее. Пауки не будут тебе что-то делать на зло. Пауки хотят кушать. Они ищут кушать. Все. Проход завален. Дальше я не пройду. Капитан Очевидность. Окей. Зачем у меня отобрали возможность бегать? Я должен все это ходить вот так вот медленно, да? Нельзя уходить не попрощавшись. Тебя разве этому не учили? Братан. Медленно, иди ко мне. Пошел в жопу. Ну ладно. Ну что ты мне сделаешь? Убьешь меня что ли? На колени. Я сказал на колени. Вот ты говноя-то. А, в смысле присесть надо? Это что еще за хрень? Йоп. Оу, щи. Как нас могло вот так вот, вот так вот затопить, если только что были окна открыты? И там был день. Не окна открыты, а в смысле окна были. Пятый уровень. Мокренькие. Вот эти вот постоянные переходы к третьему лицу от третьего лица. Не очень. Я так понимаю, это тоже сон, да, какой-то. Мокрый. Тут у нас все в порядке, мы можем бегать. Опять склады, 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 склады. Это мы, видимо, так расследуем. Убийство его дочери, да? Мигающие лампочки. Ох. Ох. Хочется немного больше разнообразия в цветовой палитре. Все зелененькое. Ага. Все такое вот зелененькое. Похоже на предохранитель. Предохранитель. Хорошо. Все такое зелененькое, как в третьем фоллауте. Не очень, если честно. Опа. Галерея какая. Что? Что? Это что сейчас было? Совершенно ясно, туда мы не пройдем. Хорошо. Не. Тут второй передохранитель, да? А чтобы туда пройти, нам надо сделать что? Это что? Бочка так упала. Так, ладно. Господи. Господи. Что? Эй. Что это такое? Мне интересно. Какая-то программная ошибка. О, нифига себе. Я не знал, что могу так. Делать. Эй. Спа. Твою мать. Надо было на карты, наверное, присесть, да? Во. Что? Прикольно. Товарищ Эдро, если ты это смотришь, ты знаешь, что у у тебя здесь какая-то маленькая ошибочка. О, твою мать. Давай. Давай, давай, братан. Давай. Давай. О, твою мать. 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 Вот. Вот где не надо, там невидимые стены. Где не помешало бы что-нибудь такое ограничивающее, да? Там нифига нет. Слава богу. Пойдем быстрее. Похоже на предохранитель. Похоже, похоже. Давай кнопку там нажимай. Рычажок. Так. И... А дальше куда? Ясно. Понятно. Он дострял. Ну, судя по всему, я сюда приходил только за вторым предохранителем, да? Есть еще какие-то места. Даже? А, вот что. Не зашибись. Теперь можно попробовать открыть дверь. Ясно. Ясно. Понятно. Попробуем открыть дверь. Попробуй открыть дверь. Вот эту же дверь, да? Или какую дверь? Здесь еще какая-то дверь есть. Здесь нет ничего. Забавная. Забавно. Я теперь тыкаю на левую кнопку мыши и постоянно слышу этот звук. Круто. Так. Ладно. Опять. Проблема с поверхностью. А, вот оно что. Понятно. Все-таки это кнопка, а не индикатор-лампочка какая-то. Окей. Есть небольшие проблемы, конечно, да, с левел-дизайном и указателями. Ух, какая. Тюрьма это что ли? Или что? Лечебница какая-нибудь? Красиво, красиво. Правда, зеленый фильтр не очень, но красиво. Красиво. Хотя бы какой-нибудь, хотя бы, желтенький свет. Не знаю, беленький, желтенький свет отсюда. Это как-то уже напрягает. Зеленый светофильтр. Все, я не могу сюда пройти, да? Что-то могу сюда пройти, да? Опять. Ага. На кирпичах нету материала. Звукового. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Молодец. Отлично. Фух. Нет, реально. Надо какое-то цветовое разнообразие. Вот это все зеленое уже как-то. Я ж ничего не имею против зеленого света, но... Он хорош, когда он на травке, на деревьях. Ой, винегрете. Ну, как-то должно с чем-то контрастировать. Это однообразная цитовая гамма. Немножко с синим должен быть. Зеленый с синим, допустим. Там лампочки вот желтенькие, беленькие. А то какое-то все прям черно-белое и зеленое. Так, там паучок. Что-то от нас хотел. Закрыто. А я теперь постоянно буду этот звук слушать, да? Да, видимо, постоянно. Ладно, понятно. Примем это за данность. Фонарик мне никто так и не даст. Я так подозреваю. Ну и... Нет. Не забываем, что это сон. Плохо анимированная модель опять попыталась нам скримером нас напугать. Вот, вот о чем я говорю. Вот куда этот мудак шел здесь, а? Он вот так вот шел, такой... Такой, твою мать. Подловили. Глянь, куда этот мудак здесь шел? Никуда. Просто вот... Такой и все. Выходи давай. О, наконец-то синий цвет. Видишь, Том? Или как тебя там? Все эти паучки сами тебя боятся. Больше, чем ты их. Ой, немножко желтого цвета. Как приятно, слушайте. Вот намного лучше. Намного лучше. Вот синие лампочки, желтые лампочки. Твою мать, я опять все пропустил. А вот в такие моменты надо поворачивать камеру. Да, с руками, приятель, у тебя явно проблема. Дрятуйте. Держите в курсе. Вода не протекает. Герметичные шкафчики. Это классно. Понял? Вот смотри, товарищ Эдроу. Ты специально убрал вон то прыжковое упражнение, когда нужно было проходить через забор нужно было перепрыгивать в самом начале. Ты оттуда специально убрал прыжковое упражнение. Да? Твою мать. Спокойно, они за тобой. Но, тем не менее, дальше ты нас продолжаешь игрока пичкать более усложненными прыжковыми упражнениями. И откуда игрок знает, что здесь нужно прыгать? Он не воспринимает вот эти бочки как способ подняться выше и пройти куда-то дальше. Нужно там в самом начале вернуть, короче, вот это вот дело, которое ты убрал. Ну, без таскания ящиков просто бочки составить так, чтобы на них ни хера ты болотной какой. парень. Короче, бочки составить так, чтобы было удобно по ним вот так вот забраться куда-нибудь. О, опять материал отсутствует. так, ну, судя по всему, я не туда, да? Зашел. Туда ли ты зашел, петушок? Ну, видимо, нам туда, да? У, паучки. Ясно. 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 Понятно. К той двери я, походу, уже не пройду, да? Может, пройду. Пойдемте, посмотрим, что за той дверью. Скорее всего, ни хренище. Радует, единственная радость в этой игре. Господи, твою мать. Понял тебя, понял. Нет, не понял. Единственная радость в этой игре, потому что мудила Том не устает после 30 секунд бега. И начинается у него там дикая отдышка. Ну, видимо, просто потому что не от кого тут убегать. Если бы надо было от кого-то убегать, то Том бы у нас не был таким спортивным парнем. По-любому. Ох, паутинка. А что ты сейчас вот рукой не прикрываешься? В самую паутину залезли. А тебе похер. Что за двойные стандарты? Что там? Ох, опять материала нет. Господи, весь в говничке. Том. Тебе не надоело блуждать по этим местам. Ты же в курсе, что ты сейчас где-то валяешься и дохнешь от радиации. Вот просто в курсе же, да? Что ты здесь шаришься? Не открывается. Похоже, замок заплевел. Вот это вот главное похер вообще. А вот это вот тебе не открывается. Походу, замок заржавел. По-любому. Ни хера ты мощный. Ты это выбил? Реально? Охереть тебе, кстати. Походу, здесь не просто пауки-мутанты, они еще и... Пауки-мутанты-убийцы-ки-борги! Твою мать! Внезапно. Ну, киборги... Ну, потому что, блин, только с титановым скелетом можно вот так вот дверь вышибить. При его-то размерах и массе. Да? Как вы думаете? Пишите в комментариях. Скорее всего, здесь какой-то завод по подпольному производству пауков-мутантов-киборгов. Ну, посмотрите, такая глубина. Глубина для чего это вот? Хер его знаю для чего. Окей... Еще больше затопленных взросших складских помещений. Выпустите меня уже, пожалуйста. На волю. Это, конечно, все красиво. Но, блин... Я просто хочу... На волю. Фонарик ты все еще не возьмешь, да? Отлично. Теперь я смогу залезть наверх. А, вон о чем. Понятно. Куда ты сможешь залезть наверх? Идем куда-то туда, блин. Вон оно что. Ясно, давай. Кстати, уже графон не замечается. Может быть, его даже чуть-чуть поменьше в этих местах. Ну, гражданин, товарищ Эдрук правильно все сделал. Сначала нужно произвести вау-эффект на человека, чтобы он посмотрел, как все красиво. Ой, спасибо. Выпустили меня наружу. Я надеюсь. Все равно какие-то пещеры. Блин. Нужно сначала произвести вау-эффект, произвести, чтобы человек подумал, ого, какая крутая графика в игре. А потом, когда уже начнет играть, его графика уже будет мало. Главное не смотреть вниз. Ой, да ладно. Ерунда какая. Смотри. Запросто. Это что еще такое? Нихера себе. Еще больше плохо анимированных и плохо моделированных пауков. Так. По-моему, я зря тормозил там, да? Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем, пойдем. Ёкарный бабай. Что-то упало, глянь. Нет, ну это же был вроде как сон, да? Сон. Мы же сейчас дохнем от радиации, лежим в радиоактивные лужи. Спустя два дня выпал снег. Климат резко менялся. Холод пробирал до костей. Мне нужно было найти укрытие и переждать очередную бурю. Серьезно? Фу, ну ладно, давайте на этом, наверное, закончим, потому что что-то я уже на полтора часа тут сидел, а без тренировки. летсплейт не так-то просто. Не так-то просто. Язык уже немножко заплетается. Мне вот интересно, какого хрена происходит и как ты выбрался оттуда? Том? Как ты оттуда выбрался? Скажи мне, пожалуйста. Или это все еще сон? В общем, я не знаю, буду ли я продолжать смотреть игру, проходить ее. В целом мне понравилось то, что я вижу. Довольно приятно, красиво и неплохо реализовано. Следы вон остаются. В общем, для одного человека оркестра игра просто лучше всяких похвал, согласитесь. Хоть здесь и большая часть моделей это из ассетов, не принадлежит автору, а может быть и принадлежит, он их купил, например. Ну, а самодельные модели, конечно же, сразу же выделяются на их фоне. Вот эти вот пауки убогие и там печка, допустим, вот эта вот газовая была в комнате из Silent Hill 4. Видно, что-то явно не то пошло. Не так. Такие вот дела. Если вы хотите поддержать проекты и поддержать автора, то вы знаете, что делать. Заходим на Steam, ищем Инвестигейтор игру и покупаем. Она не такая уж дорогая, я не помню уже сколько стоит, по-моему, где-то в районе 150 рублей. Игра явно заслуживает того, чтобы быть купленной. И разработчик явно заслуживает того, чтобы быть воздействованной. И вознагражден рублем. Я думаю, что если игра хотя бы соберет, ну, 10 тысяч продаж, то это уже будет, безусловно, более-менее успех коммерческий для одного человека. Хотя, если посчитать, сколько он времени и сил вложил в эту игру. Года два, по-моему, ее разрабатывал. Очень давно уже. Инвестигейтор у него был в разработке. Но, ладно. Все-таки он его по вечерам делал. Обычно люди, когда говорят ценность своей разработки, цену своей разработки, они не учитывают свое время. И я считаю, что это в корне неправильно. Свое время нужно учитывать, хотя бы по сниженной ставке. Вот. В это время вы могли работать на фрилансе и зарабатывать деньги, или просто отдыхать, например. Было бы, например, намного приятнее отдыхать, чем вот мучиться и делать такую сложную и комплексную игру. В общем, такие дела. Я не знаю, может быть, я продолжу сейчас прохождение этой игры, а может быть и закончу. Фиг его знает. Посмотрим на то, какой фидбэк соберет это видео. Все. Такие дела. В общем, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Играйте и разрабатывайте только хорошие игры. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok